Ежегодно в последнее воскресенье октября в России отмечают День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. История праздника берет свое начало еще с 70-х годов прошлого столетия. Дату ввели для того, чтобы подчеркнуть важный труд представителей этой профессии. Наш следующий сюжет об одном из них – водителе МОСТ «Трансавто» Юрии Сергееве. Перед выездом на линию проверка транспортного средства водитель следит за тем, чтобы все работало исправно, в салоне было чисто. Убедившись, что все в порядке, Юрий Сергеев направляется в сторону остановки. Там его уже ожидают первые пассажиры. Крутить баранку автобуса Юрий Сергеев мечтал всегда. Как только получил права, понял, что именно это станет делом всей его жизни. И вот уже 20 лет верен своей профессии. В какой-то другой роли мужчина себя не видит. Один раз так получилось, что работы водителем не было. Я около года продавец автозапчастей работал. Но это не мое. В Люберецком филиале МОСТ «Трансавто» Юрий Владимирович уже 8 лет. Знает все маршруты наизусть. В последнее время добавилось много новых. К примеру, 12.27. Курсирует от деревни Марусина до метро Некрасовка. В это время я езжу часто, в одно и то же время. Но водитель бывает именно этот часто. Ничего плохого не могу сказать. В этом году Юрию Сергееву пришлось освоить новые маршруты. Причем далеко за пределами городского округа Люберцы. Мужчина трижды ездил на освобожденной территории с гуманитарной миссией. Первая поездка была в ДНР, затем в ЛНР. И в конце августа состоялась командировка в Курск. «Ответственность, понимание, что людям там сейчас очень плохо, им нужна помощь. Кроме нас им никто не поможет. Более как мы в первый раз, когда мы съездили, это уже другие впечатления. Мы видели людей, мы видели, что там происходит. И потом уже сами туда хотели поехать, помочь. С людей мы, конечно, поразились, ихнему спокойствию, добролюбию и гостеприимству. Что-то спросишь, тебе все подскажут, все расскажут. Люди живут настолько спокойно, хотя вот у них все разрушено, вот Мариуполь мы видели. Гуляют с детьми, все восстанавливают, друг другу помогают». На предложение руководства отвезти гуманитарный груз Юрий согласился не раздумывая. Если помощь потребуется еще, он всегда готов. Если никому не рисковать, но кто поедет, тогда никто не поедет.